За час до старта традиционной легкоатлетической эстафеты ко Дню Победы на площади собрались участники первого в Сарове благотворительного пробега. Они не будут мериться силами и бороться за места на пьедестале почета. Объединив спорт и благотворительность, организаторы пробега решили показать, что совершать добрые поступки и помогать людям можно и таким образом. В голове появилась идея о том, что можно совместить приятное с полезным. Когда сказать, что спорт – это и приятное занятие, и полезное, но еще более полезное занятие – это благотворительное дело. Мысль объединить легкую атлетику и благотворительность появилась у волонтера Центра «Радость моя» Яны Афимьиной. Она признается, что не ожидала увидеть на старте благотворительного пробега столько желающих помочь маленькому саровчанину. Дистанцию 2,5 километра преодолели более 70 человек. Я считаю, что это очень важно. Это такая помощь и привлечение внимания многих людей. Ученица 12-й школы Татьяна Кошкина занимается баскетболом, но решила попробовать себя в другом спорте и преодолеть легкоатлетическую дистанцию. На первый в Сарове благотворительный пробег «Бегущие из сердца» пришла еще одна ученица 12-й школы Алина Лавушкина. Девушки активно разминаются перед стартом. Для меня как такая большая честь, что я могу чем-то помочь таким детям, которые нуждаются в этой помощи. И то, что я могу нести какой-то вклад в развитие благотворительности в Сарове. По итогам пробега волонтерам удалось собрать лишь часть необходимой суммы. Инвалидная коляска для юного саровчанина, страдающего тяжелой формой ДЦП, стоит 160 тысяч рублей. Сбор средств продолжится 17 мая на празднике благотворительности «Белый цветок» по адресу Мира 50. В рамках общегородской акции «Ночь музеев». Начало в 6 вечера. Дарья Цыпорынина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.